А задумывались ли вы, как будете выглядеть лет через 20? Ну что, отвоюем у возраста один день. Смотри на мои ноги и повторяй. Это что? Это вот сейчас уже плохо получилось, значит, ругаются на меня. Ты танцешь русские народные танцы. Ты делаешь вот так. По-русски. Русская народная же душата, конечно. Нет. Рост остается один и тот же. Почему? Потому что фламенко имеет очень большой связь с индийским классическим танцем. Видела, индийский классический танец, танцовщица танцует, не изменяет своего роста. Представь себе, как будто ты пьешь молотком по наковальне. Фламенко зародилась. Кузне. Всегда они работали кузнецами. И что, они так били молотком по наковальне? И под звук молока по наковальне они пели свои песни. Мы сейчас в Гранаде, в пещерах Сакромонты, в которых цивяне танцуют фламенко. Руки, как языки пламени. Ноги, как молоток по наковальне. Своим телом мы увеличиваем пространство тесной пещеры. Пытаемся вырваться из него. Нет, как-то тут, как-то вот, хочется и так, и так, и как-то ничего не получается. Это очень женственный танец, чувственный. Что для цыгана хорошо, а для русского это плохо. У нас темперамента этого нет. Да у каждого есть темперамент. Все умеем сковородами махать, если надо, да? Нужно не бояться вытащить это из себя. Вот это мне повторится, конечно. Ой, вот это мне не получится. Я знаю одно движение, которое я могу сделать в этом танце. Это, вот как вы... Вот это. Ну, по-нашему, да. По-вашему, по-цыгански. То есть мы война, луна, коренья. Ой, как бы я хотела вам ответить на таком же испанском чистом. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.